В октябре начался новый этап в строительстве инжинирингового центра Савалмаш. Строители завершили заливку бетоном пола первого этажа. Всего за два последних месяца бетоном было залито 15 тысяч квадратных метров пола по КТБ. Это позволило открыть новый фронт деятельности и приступить к работам с инженерными сетями. Внутри здания на первом этаже было подключено временное отопление. В административно-бытовом корпусе строители начали монтировать межкомнатные перегородки. На третьем этаже начался монтаж шлюза. Для проведения внешних коммуникаций временный склад материалов постепенно переносили внутрь здания, туда, где бетонный пол уже набрал прочность. На участке рядом с по КТБ началось формирование бетонных оснований под климатические системы. Для этого был создан свайный фундамент из азбестобетонных труб. Выполнено их армирование и заливка бетоном. Выполнена опалубка, гидроизоляция и сформирован арматурный каркас для ленточного фундамента. Снаружи здания был создан грузовой пандус, залитый бетоном стенки пандуса. Внутри выполнена обратная засыпка песком с послойным уплотнением, а затем сверху сформирована бетонная крышка пандуса. По КТБ Сволмаш готова к наступлению холодов, но впереди еще много нерешенных задач. Строительство достигло того этапа, когда строители могут работать одновременно по разным направлениям. Скорость работ напрямую зависит от количества поступающих денежных средств, и каждый инвестор проекта может своими инвестициями ускорить строительство. В ведущем деловом издании Мира Форбс опубликована статья о Сволмаш. В публикации подробно рассказано о компании, целях ее создания, работающих мощностях, разработках и планах на будущее. Особенно подчеркивается работа компании в русле импортозамещения. В статье также дается представление о технологии «Славянка», и отдельное внимание уделяется краудинвестинговому способу финансирования проекта. Публикация доступна по ссылке в описании к этому видео. В октябре началась череда конференций Solar Group в тех странах, где уже открыты национальные представительства и есть особенно высокий интерес инвесторов к проекту. Мероприятие проводится с целью усилить финансирование проекта. 9 октября конференция прошла в Ханое, 16 октября в Хошимине, 22 октября в Индонезийской Сурабае. Суммарно в мероприятиях приняли участие около 400 человек. Самых активных инвесторов и партнеров проекта, а также новичков, в котором интересны инвестиции в технологию «Славянка» и компанию «Савалмаш». Перед аудиторией выступили топ-менеджеры Solar Group Сергей Семенов, Павел Шацкий и Павел Филиппов, директор производственной кооперации «Ресурс» Андрей Лобов, руководитель компании ICPPY High Виктор Арестов, национальные партнеры Solar Group во Вьетнаме и Индонезии. Участники конференции лично пообщались с руководством компании, другими инвесторами и партнерами, узнали о новости о ходе строительства по КТБ и цифры финансирования, получили ответы на свои вопросы, увидели двигатели с совмещенными обмотками «Славянка». В ноябре конференции пройдут в Болгарии, Индии, а также в Северной Македонии, где будет открыто национальное представительство Solar Group. Подробности событий и регистрация на них доступна в личном кабинете, разделе мероприятия, встречи, предстоящие. В рамках конференции во Вьетнаме была организована встреча представителей компании Solar Group и вьетнамских партнеров с руководством местного завода по производству электродвигателей. Завод является одним из двух вьетнамских производителей общепромышленных электродвигателей. Руководители предприятий проявили активный интерес к технологии и выразили намерение усовершенствовать с ее помощью свою продукцию. Кроме того, делегация Solar Group побывала в недавно открытом вьетнамском офисе. Офис был открыт в городе Виньфук по инициативе ведущих партнеров во Вьетнаме после того, как они посетили конференцию Solar Group в Москве в августе 2022 года. Это уже второй офис компании во Вьетнаме. Первый открылся в Ханое весной 2020 года. Он же стал первым за пределами России. Партнеры во Вьетнаме планируют открыть в будущем более 50 офисов в своей стране, так как видят эффективность их работы. В личном кабинете обновились условия и интерфейс опции «Подарок другу». Теперь за каждого приглашенного в проект друга вам начисляют 5 долларов на партнерский счет. Другу мы дарим 100 инвестиционных долей. За месяц вы можете отправить 50 приглашений с подарком и получить до 250 долларов на партнерский счет. Можно отправить и больше приглашений, но уже без подарка. Подробности опции «Подарок другу» можно узнать в разделе промо-акции личного кабинета.